Всем привет, меня зовут Кирилл, и в этот день знаний я научу вас, как по-английски задавать вопросы и говорить предложения, которые начинаются по-русски с фразы «Заметно, что я…» Например, «Видно, что он поправился» или «Видно, что она беременна». Хочу напомнить, что у меня есть Инстаграм и Телеграм «Kirelles underscore English handle для обоих каналов». Проще всего объяснять о значении каких-то выражений на живых примерах. Давайте посмотрим на примеры. «Видно, что она на сносях» или «Беременна» или «Ожидает ребенка». «Видно, что…» Вы можете вместо «ю» поставить «I», чтобы сконцентрировать внимание на себе и сказать «I can tell she's pregnant». То есть «Видно, что она беременна», имеется в виду, что лично вам видно. «Видно, что машина не новая». «Видно, что они лучшие друзья» или «Мне видно, что они заметно, что они лучшие друзья». То есть вы можете играть с переводом «Иногда видно подходит больше в русском языке», «Иногда заметно подходит больше в переводе». Окей, это были примеры положительных предложений. Очень часто также работает отрицательный паттерн, когда вы говорите «you can't tell», и очень часто мы добавляем слово «really». «You can't really tell». «You can't really tell». Давайте посмотрим, например. «You can't really tell, it's a knockoff». «Незаметно, что это подделка». И раз уж зашла такая пьянка, я хочу вам напомнить о произношении глагола «can» в речи, в редуцированной речи, в английском языке. Неважно, на каком диалекте вы говорите. То есть если вы говорите очень медленно, и вам нужно человеку членораздельно повторить, конечно, вы будете произносить последний звук «ты» с придыханием «you can't». В обычном темпе речи, в обычном, бытовом, так сказать, английском языке, люди, англофоны, произносят через «stop t», когда воздух резко останавливается. То есть вы половину звука произнесли, половину не произнесли. То есть вот этого придыхания, аспирации «t», его не слышно. «you can't», «you can't». То есть по сути вы говорите просто «can't». И очень много вопросов возникает, до сих пор, наверное, много, хотя у меня есть тысячу видео про эту, отдельно про «can't». На YouTube очень много видео, у Rachel, по-моему, одно из самых первых видео про это было. А как, собственно, их узнавать в речи? Там все просто. Потому что когда вы говорите «я могу», «умею», например, «видно, что это подделка», да, там совершенно другой интонационный контур. То есть сравните. Я сейчас попробую сказать вам «видно, что это подделка» и «не видно». И вы сами для себя попробуйте на слух определить. Можете закрыть глаза и помечтать. Первый вариант. В каком из вариантов, как вам кажется, речь шла про отрицание? То есть незаметно, не видно. Во втором случае. То есть в первом я сказал «I can tell». То есть у вас одно слово. Представьте, что вы имеете дело с одним словом. Это как-то один юнит. «I can». Ну, как камера, да, все знаете, есть. «Canon», есть «Naycan». Так здесь практически «Naycan». «I can». Когда вы говорите в отрицании, вы не говорите ударение на «I» и не делаете. Вы говорите «I can». То есть видите, оно сместилось. И именно так в речи происходит различительная функция. Но вы будете удивлены. Очень много англофонов сами себя не понимают. Особенно в быстрой речи и особенно на переговорах очень важных. Они уточняют «Did you mean?» «Did you say can?» Также вот это предложение про, очень трудно сказать, черные или белые, выцвели краски. Так, глагол «faded». «You can't really tell it's black or white». Также «black or white» – все фразы, которые вы произносите с словом «or» «or» или в таких вот фразах сокращается до «er» звука «er». «Black or white». То есть вы делаете разрыв, паузу после того, как вы сказали слово плюс «or». То есть «black or white». То есть не «black» – пауза, «er white». А вы говорите «black or» и потом вы делаете паузу. Ну, если вы, например, что-то забыли или думаете. И также не произносится все полностью как «or». «black or white». «It doesn't make any sense», потому что вся редукция характерна именно для беглой речи. Поэтому, если вы учите искусственно, вот как там все эти соединения делать, например, если вы шпион или вам нужно на какие-то курсы актерского мастерства, например, тогда знайте, что это именно вот так происходит. Если вам это нафиг не надо, просто знайте, как информация общая, чтобы узнавать это все на слух. Самое главное – на слух научиться узнавать, американский особенно акцент, потому что многие слышали, наверное, такое, говорят «они жуют». Так вот, вот это «жуют» – это на самом деле редукция происходит, когда все слова сокращаются. Помните, хронометраж у нас имеется, нам нужно уложиться во время. То есть там никакого жевания нет, там все очень отчетливо произносится на самом деле, кто в теме, тот поймет. Но вот есть такая редукция, и поэтому кажется, кажется, что происходит именно вот это жевание, хотя никакого жевания нет. И второе предложение было «the colors are faded», «fade» – очень хороший глагол – это «выцветать». Вы можете сказать это о красках или выцветать в абстрактном смысле, когда мы говорим о «the memory is faded», память у человека пошла вниз, на юг, туда пошла, went south. Память или воспоминания, ну или что-то «faded» в таком очень поэтичном, красивом литературном значении. Ну, если вы читаете книги, я думаю, вы встречали это слово, если вы обращаете внимание. «The colors are faded», «the colors of» – я обращаю ваше внимание в очередной 30-миллионный раз, что когда слова начинаются на звук «h», то есть на звук «h», вернее на букву, в общем, я запутался сам, вы поняли. Этот звук, не побоюсь этого слова «h», мы можем убрать. «The colors of» – вы переходите от звонкого звука. Опять же, обращаю ваше внимание, что слово «have» – это не «content word», это «function word». «Function word» – это все вот эти грамматические слова, которые склеивают нам все, помогают понять вообще, как слова между собой работают. Когда это у нас «function word», а не «content», содержание основного не несет, мы должны его тоже редуцировать, нам не нужно его произносить отчетливо, прям, чтобы все слышали, что это «have». Поэтому мы его прячем в ложбинку. Такой график, представьте, наверх-вниз. Так мы его вот эту «valley», это «pick» с «valley», мы его прячем вот в эту ложбинку. «The colors» – «colors» – главное слово, вы его выделяете, идет на это. «The colors have faded» – и опять идем наверх. То есть получается «peak», «valley», «peak». «The colors have faded». Это, собственно, ритм английского языка. Такой краткий курс молодого бойца. Давайте посмотрим на примеры вопросительных предложений, которые тоже часто встречаются с этой фразой. «Can you tell them hi?» «No, you're good». Человек спрашивает. Вообще по мне видно, что я это, ну, типа обкуренный, там «hi» – это может быть обкуренный, обнюханный, неважно. «Can you tell them hi?» «No, you're good». «Не-не-не, все нормально, не видно». «Незаметно». «Can you tell I gained weight?» «По мне видно, что я поправился?» «Заметно, что я поправился?» «Can you tell I've been crying?» «Can you tell I've been crying?» «Well, your eyes are kind of puffy». «Well, your eyes are kind of puffy». Человек спрашивает. «По мне заметно, что я, типа, рыдал, плакал?» То есть такие глаза красные. И вам человек отвечает, что, ну, как-то, да, видно немного, глаза такие «puffy» – это когда у вас они немножко такие «подопухшие», «puffy» вообще «опухший», «puffy». Ну да, видно как-то немного ты «опух». И вот такой вопрос, который начинается именно с фразы «Can you tell?» «Заметно, что?» Он из всех вот этих паттернов – отрицательное предложение, положительное предложение. И вопросительно, наверное, самый частый, особенно в быту, вы когда с друзьями куда-то идете, там что-то делаете, и вам нужно одобрение у человека смотреть. «Can you tell?» «Слушай, видно, заметно, нет?» «Заметно, что у меня там что-то штаны порвались, да?» Например, вы не хотите… «Вы куда-то идете на вечеринку, собираете?» У меня всегда в голове такой образ, что вы куда-то собираетесь, и вы хотите «look your best», right? И вы спрашиваете, тут видно, что у меня там перхоть, например. Видно, что у меня там что-то, не только какой-то изъян. «Can you tell?» Я напоминаю, что чтобы вам запомнить все, что вы изучаете, вам нужно это сразу применять с кем-то, где-то. Как вы это будете делать – это вопрос уже другой. То есть я очень часто слышу «Ой, Карилл, это надо запомнить, я не знаю, как это запомню, это надо записать, потом выучить». Это неправильный подход к изучению языка. Поймите, это не математика, это не предмет. Это язык, это, собственно, «a tool». То есть это вы берете доску для серфинга, и все, и пошли на воду. Вы не можете постоянно сидеть, слушать на доску, смотреть, как там вам рассказывают, под каким углом вам надо приседать, и под каким углом вам надо на этой доске стоять. Вы сразу послушали чуть-чуть и сразу пошли, потому что без практики ничего не будет. Поэтому не запоминаем, а практикуемся. А там уже вы сами поймете, увидите, как оно будет запоминаться без особого участия. Основное, основное ваше усилие должно быть направлено на то, чтобы найти лазейку, найти момент, где бы вы это могли использовать. Окей, there you have it. Вы можете использовать фразу «I can't tell», «can you tell», «I can tell». В разных ситуациях очень полезная фраза в быту, и я надеюсь, что она вам пригодится. Всем отличной, продуктивной рабочей недели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok